Всем привет народ, с вами Андрей Рученков и сегодня мы с вами будем нарушать закон Ну противозакону мы делать ничего не будем, просто немножечко поставим плагины Поставим плагины ImageLine, то есть фрути-лупсовские плагины Cubates Но прежде чем начнем, вот сюда вот посмотрите пожалуйста Очень многие люди, кто смотрит мои видосы, делают это без подписки Поэтому прямо сейчас уделите секунду, нажмите подписаться, поставьте лайк этому видосу Вам ничего не стоит, мне приятно и мотивация делать подобные видосики Поехали Свой путь в музыке я начинал именно с фрути-лупсы Мне эти плагины очень близки, очень знакомы И сейчас я узнал как можно их поставить непосредственно в Cubase У меня здесь, ну давайте посмотрим Есть папочка ImageLine И я могу себе позволить использовать следующий список плагинов Конечно не все получилось поставить, многие из них просто никак Cubase не воспринимает их Не получается ни сломать, ни как ничего Вот, поэтому будем довольствоваться тем, что есть Хотелось бы рассказать про несколько из них Многие из них вам и так знакомы Давайте посмотрим как в Cubase будет работать, например, FL-овский параметрик EQ Второй Да, он действительно открывается, но вопрос, будет ли он работать, давайте проверим Выделим какой-нибудь инструмент Да, он действительно работает, я могу здесь Делать те обработки, которые мне нужны Почему параметрик EQ, почему не использует любой другой эквалайзер Все очень просто, он работает в непривычном для многих режиме То есть он, чем выше пик АЧХ, тем ярче он подсвечивает определенную область спектра То есть визуально чуть под другим углом можно смотреть на эквализацию Эквалайзеров куча, это не самый лучший И вообще в целом они все по-разному работают Но мне здесь было в свое время очень удобно искать резонансы Потому что это все очень наглядно видно И в целом Например, я вот визуально обнаружил, что здесь есть какое-то возмущение Также могу это сделать вот здесь Плюсом ко всему я могу точно так же записывать автоматизацию То есть если я хочу, например, сделать что-то жесткое Я просто нажимаю кнопочку Write Automation Причем, видите, верхняя часть интерфейса у меня Cubase-овская Но нижняя Image Line-овская И теперь, когда я нажимаю Play И вот так вот елозью мышкой отжимаю И что я получаю, друзья, посмотрите внимательнее Я получаю запись автоматизации То есть все, что я записал, я могу проиграть И это все будет воспроизведено в реальном времени То есть вот сколько точек здесь создается Все довольно точно То есть мы можем использовать, так сказать, и дары Cubase-а И дары Fruity Loops-а в одном флаконе Прикольно? Прикольно Давайте посмотрим, как же будет работать здесь, например, дилей Для этого возьмем какой-нибудь инструмент без дилея Например, рояльчик Отключим здесь все ненужное Повесим дилей Вот он, старый добрый дилейчик Интерфейс немножко староват, потому что плагины здесь Насколько я помню, на момент 2017 года были сняты Чтобы можно было их поставить Поэтому немножечко староват, я согласен, интерфейс Тем не менее, здесь даже доступны пресеты То есть мы можем настраивать отдельно панорамирование, отдельно громкость Здесь фидбэк Можно сделать обычный Можно сделать инвертированный Здесь можно Пинг-понг поставить Мне всегда очень нравился инверт-режим Потому что не во всех дилеях это есть То есть у нас Самих типов дилеев тоже очень много Есть там красящие, есть стерео-моно-дилеи Те же саунд-тоисы Но все равно старый добрый фрути-дилей Это, конечно, приятно Конечно, драй-режим Так что все работает, все замечательно Поехали дальше Прежде чем дальше поедем, напишите, какие ваши плагины Самые любимые штатные плагины из FL Studio вы используете Потому что я уверен, таких ребят у меня сейчас В зрителях наберется довольно много Давайте посмотрим, как здесь будет работать Например Например Grossbit Это плагин Один из первых плагинов, в которые я просто влюбился Когда работал в FL Studio И которых мне капец как не хватало Уже когда я работал в Cubase, в Ablic Там есть свои аналоги Есть всякие LFO Tools Есть всякие Volume Shaper Но это все не то Потому что старый добрый Grossbeat Ничто не заменить А также здесь все пресеты сохранены То есть мы можем выбрать Momentary Мы можем здесь, например Увеличить или уменьшить скорость Это одна из моих самых любимых фишек Замедляет? Да, замедляет Можно ли применить какую-нибудь сетку? Да, пожалуйста Ну и конечно Старый добрый Сайчейн Старый добрый Битсек Все здесь доступно Все это мы можем использовать Давайте посмотрим его еще На других инструментах Например Вот у меня здесь есть Обычный рояль И к нему же есть реверс Давайте на реверс накинем Grossbeat И посмотрим, что может прикольного нам принести этот плагин Давайте зайдем в... Попробуем в Patterns И посмотрим, как он нам может добавить динамики Извините, это у меня То есть если мы работаем с каким-то ритмичным инструментом С каким-то ритмичным жанром Нам эта штука очень сильно может помочь Как уже и сказал Здесь можно настраивать Сайчейн Здесь можно настраивать Half-Time Mod Здесь можно ускорять скорость воспроизведения То есть штучка довольно прикольная И я рад, что она добавилась ко мне в коллекцию Если кому-то в свою дав захочется поставить такие плагины Я оставлю коротенькую инструкцию в описании Поэтому посмотрите Способ с одной стороны вроде бы как бы и адекватный С другой стороны может кому-то не понравиться В какой-то дав может и не прижиться Поэтому читайте внимательно Тут я уже как бы ответственность на себя за это не беру Ознакомьтесь, если понравится, пользуйтесь Если нет, то нет Но это еще не все плагины Которые мне здесь действительно нравятся Потому что помимо всего прочего Здесь доступен Такой замечательный плагин Как эффектор Это просто что-то Ему аналогов я не находил Сколько бы не старался То есть давайте возьмем опять же Какой-то инструмент И поставим сюда Эффектор Вот он, старый добрый эффектор Что он может делать? Он может делать много чего Здесь есть порядка 10 разных режимов Даже нет, даже 12 Которые позволяют нам издеваться над нашим звуком Как мы хотим Как угодно Да То есть если захотите сделать себе такой лайфай режим Пожалуйста Мне очень нравится здесь режим фильтра То есть это получается что-то типа Морф фильтра Который позволяет нам По-интересному срезать частоты Аналог, как я уже сказал Здесь можно сравнить его с штаймберским морф фильтром Который в принципе В принципе в себя что-то подобное вобрал То есть давайте посмотрим Но он работает не так агрессивно Как наш эффектор Плюс здесь есть еще и куча других режимов И работа с транзиентами И работа со стерео То есть режимов очень классно Если это все автоматизировать Если сделать несколько разных эффекторов В разных режимах Можно получить неплохой саунд Неплохие эффекты Я им давно уже не пользовался Поэтому сходу не воспроизведу Те крутые штуки Которые здесь действительно можно Делать Но для саунд дизайна Для обработок По-моему отличная штука И На самом деле На самом деле Сюда В любую другую DAF Можно поставить Практически любые Плагины встроенные Из разных других программ Напишите Какие еще бы Эксперименты Вы бы хотели увидеть В следующих видосах Ну и обязательно не забывайте Ставить лайки Подписывайтесь Вступайте в группу Вконтакте Где регулярно проходят стримы Куча статей Много полезных информации На тему музыки Заработка на ней И не только На этом все С вами был Андрей Рученков Надеюсь вам понравился Такой коротенький Интересный видос Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok